итак первое отдельное видео новой в канале и это будет тест фокрафта которого мне дал юрий воженин с конторы урал каяк по прокату каяков и теперь еще и по крафтов ему прислали тайм-триал небезызвестная фирма это покрафт спутник 1 одноместный сейчас мы его разберем и это самый первый тест поэтому я выбрал пруд размером если я не ошибаюсь 150 на 150 метров здесь абсолютно безопасно ну сейчас мы будем вот отсюда отсюда с этого берега будем стапелиться надувать и все попробуем звук далее будет не очень потому что буду снимать из аквабокса ну по понятным причинам шапочка соответствующая вот что мне не понравилось чуть-чуть я вижу что клапан позволяет можно было бы удлинить немножко эту трубку ну хотя бы миллиметров на пять фокрафт готов а что держится вполне себе достойно чтобы мне не закидывала сильно приспосабливаться конечно безусловно надо я еще не понимаю как можно с ним например с велосипедом ехать пока такого представления нет ну в принципе он идет подходим к струе устойчивость имеется определенная но лучше сидеть вытянув ноги так лучше получается искусственный порог маня маня Поддуть можно прямо на ходу. Клапан лепестковый, поэтому поддуть можно прямо ртом. Разворачивается, он вообще замечательно, маневренность на уровне. Нагребает воды достаточно много. То есть если здесь, допустим, вот у меня рост, у меня рост метр восемьдесят три, ноги длинные. То есть если я вытянул ноги, и вот тут будет приторочен велосипед, то куда тогда девать баулы? С другой стороны велосипед, он в самом покрафте места занимать не будет, поэтому здесь будет место, то есть у велоштанов, а не буквой П. То есть как-то надо приспосабливаться так, чтобы узенько-узенько засунуть в дырку между штанинами ноги. И тогда здесь будет, ну как бы верхняя часть, и тут еще сверху велосипед. Но у него нос тогда сильно опустится. В общем, это тоже надо все смотреть, как это будет выглядеть, и как это будет все на воде. Ну попробуем. Сидеть в принципе, в принципе, из-за того, что у него жопа толстая, на самом деле достаточно удобно. То есть, как в кресле, ну нормально сидишь. Сидишь глубоко, задница в тепле, и сидишь действительно нормально. С грузом надо еще проверить. Но вот так вот, в принципе, я не знаю, насколько удобно будет в нем рыбачить. Я думаю, что это не самая удобная лодка для рыбалки, но он и не для рыбалки. Итог первого заплыва. Лодка офигенная. Не без недостатков. Ну в общем, в целом, вес реально низкий. То есть, лодка сама по себе весит около трех килограмм. При этом материал плотнее, чем у многих других моделей, у многих других производителей. Облегчить комплект можно, в принципе, не брать седуху. То есть, ну... Кстати, вот мне клапан, в принципе, понравился. В общем-то, неплохо держит. То есть, весит она. Ну, весит. Но не сильно много. Вот. Но тоже занимает место опять все его. Чехол, естественно, можно не брать. Он, кстати, прилично весит. От весла только лопасти. На месте вырезается палка. Ну и ремкомплект там тоже можно облегчить, потому что там в комплекте идет второй клапан. Причем, клапан сделан полностью. То есть, чтобы его вообще вставить, нужно распороть лодку. Короче, он вставной, сплошной. То есть, с той частью, которая в том числе и внутри баллонов расположена. Надеюсь, понятно объяснил. Вот. Мешок сам по себе достаточно увесистый. Его можно не брать. Короче, посмотрим, что в итоге выйдет. Как его можно на практике использовать в реальных условиях. Не в таких. Но, в принципе, первые впечатления, в общем-то, мне понравилось. Опыт прикольный, как минимум. Но только ради прикола его покупать. Он слишком дорого стоит. То есть, надо на практике, в общем, все будет смотреть. Все, конец видео. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok